Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга и я приглашаю вас в свою ванную комнату потому что сегодня мы будем проводить битву между новой мицеллярной водой Optimals Hydra и салфеткой для удаления макияжа и также мы поговорим о том, что такое мицеллярная вода и сравним новую мицеллярную воду с той, которую уже сняли с продажи но ее очень многие любят, мицеллярной водой компании Reflame из бриллиантовой серии если вам все это интересно, то оставайтесь со мной и подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы смотреть мои впечатления, новинки, сводчи все это в прямом эфире и в сториз прямо со съемок поехали! да-да, вы не ослышали, сегодня мы будем именно умываться и у меня на лице случайно или специально по такому случаю стойкая тональная основа, новая помада, довольно яркая и пигментированная стрелки, которые у меня с большим трудом смываются обычными отчаящими средствами у меня накрашены брови, ресницы и все это мы будем смывать одну половину лица новой мицеллярной водой, а другую половину лица салфеткой для удаления макияжа потому что многие из вас писали мне в комментариях, что эта салфетка сама без отчаящих средств удаляет макияж и мы с вами обсудим, какое из этих средств справится лучше но для начала давайте же поговорим о том, что такое в принципе мицеллярная вода мицеллярная вода это мягкое отчащее средство, которое попадая на кожу эффективно удаляет жир, загрязнение но самое главное, она служит для того, чтобы удалять макияж она не нарушает гидролипидный баланс кожи она очень щадящая, потому что не содержит спирт и мыло и весь секрет в так называемых мицеллах знаете, когда я разобралась, что это такое, мне стало очень интересно мицеллы это такие частички, которым и обязана своим названием это средство и они, попадая на кожу, я вам русскими сейчас словами объясняю, не косметологическими замыкают грязь, которую находят, с которой соприкасаются грязь или остатки макияжа внутрь себя и ватным диском удаляются с лица по-моему, это такие интересные химические моменты которые говорят о том, что косметика ушла очень-очень далеко вперед и вот такое средство, оно с виду похоже на воду но если мы разотрем капельку в руке то мы увидим, что это не совсем вода что у нее есть такая еле-еле ощутимая маслянистая основа но она вот еле-еле-еле, вот совсем чуть-чуть это и есть, я так понимаю, вот эти самые мицеллы соответственно, благодаря мицеллам мицеллярная вода это самое идеальное средство для снятия макияжа изначально такое очищающее средство разработано было для людей страдающих заболеваниями кожи, с чувствительной кожей которые не могли умываться обычными очищающими средствами позже мицеллярные растворы стали использоваться в качестве гигиенического средства для ухода за новороженными младенцами представляете, насколько щадящая должна быть структура у этого средства количество использования мицеллярного средства может быть неограниченным но все равно старайтесь ограничиться одним-двумя разами в течение дня но если у вас жирная кожа, например, как у меня то вы можете пользоваться мицеллярной водой чаще потому что она отлично забирает в себя жир и удаляет его с поверхности кожи очень много вопросов и споров ходит на тему нужно ли не нужно смывать мицеллярную воду и вот на новой воде Optimals Hydra не написано, что ее не нужно смывать но в каталоге компания Reflame написала, что ее не нужно смывать мне кажется, что это не совсем корректная фраза я хотела бы немного ее поправить возьму на себя такую смелость на самом деле мицеллярные воды делятся на несколько разных категорий и мы возьмем две такие самые самые категории которые нас сейчас в данный момент могут интересовать это мицеллярные воды, в составе которых содержится ПЭК и именно вот в этой мицеллярной воде он содержится в принципе с одного раза вам ничего не будет если вы раз-два умоете свою кожу и не будете смывать но при регулярном воздействии на вашу кожу то есть если вы будете умываться таким образом не смывая мицеллярную воду 2-3 недели то вот эти вещества, которые есть в этой мицеллярной воде оставаясь на кожу, начнут ее раздражать она начнет шелушиться, она станет более чувствительной я думаю вам это не нужно поэтому я рекомендую вам смывать эту мицеллярную воду тоником либо водой если мы на сайте Экоголика, о котором я вам рассказывала в видео о скрабах сравним составы новой мицеллярной воды Optimal с гидром и мицеллярной воды бриллиантовой которая была у нас в каталоге не так давно несколько лет назад то мы увидим, что эту воду смывать нужно а эту воду можно было не смывать потому что первое, что бросается в глаза что в составе этой воды был мягкий натуральный пав кокоглюкозит и вот всех вот этих пегов в ней не было которые требуют смывания вот так посмотришь, водичка и водичка да, а составы разные почему на этой мицеллярной воде написали не требует смывания? потому что в ней содержатся полаксамеры это низкораздражающие и не требующие смывания вещества но мы помним, что в составе есть еще и пег и его нежелательно оставлять на коже потому что он будет разрушать барьерные функции кожи ну, со смыванием мы разобрались давайте же посмотрим, что еще находится в составе новой мицеллярной воды чаще всего в мицеллярных водах не содержатся никакие отдушки для того, чтобы дополнительно не раздражать кожу поэтому давайте протестируем ее аромат еле-еле уловимый очень-очень-очень нежный аромат из активных ингредиентов можно выделить буро-зеленую водоросль ламинарию она содержит натуральные кислоты для увлажнения и восстановления баланса также в составе мы видим экстракт цветков вереска который оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие очищает, тонизирует и заживляет можно отметить лимонную кислоту которая отлично очищает кожу является антиоксидантом и даже обладает немного лифтинговым эффектом и есть технология гидрорайз которая увлажняет, успокаивает и способствует удержанию влаги ну что, давайте приступим к умыванию для этого я беру ватный диск смачиваю его мицеллярной водой и сначала мы будем убирать тональное средство с лица я буду умывать лицо мицеллярной водой а потом салфеткой и потом буду протирать лицо тоником чтобы мы с вами посмотрели, что лучше удаляет макияж итак, поехали я прям представляю сейчас как вот эти мицеллы захватывают частички макияжа на моем лице в плен, буквально внутрь себя и удаляют с кожи мы проводим по массажным линиям чтобы не растягивать кожу итак, тональная основа снята давайте же возьмем салфетку вот такая салфетка, которую наделили прямо волшебными свойствами я снимаю это видео второй раз первый раз не получилось потому что все видео у меня на зубах была помада я не могу выкладывать такие видео поэтому перезаписываю его снова соответственно, этой салфеткой я уже пользовалась и результат, в принципе, я уже знаю я ей пользовалась во время съемки и несколько раз пользовалась этой салфеткой уже потом в процессе умывания потому что мне понравился эффект от нее а это спойлер был сейчас и вот, она остается белоснежная да, может быть, она не настолько вот прямо идеально белоснежная но, в принципе, свой цвет она сохраняет я ее стираю обычным мылом сразу же после того, как удалю макияж и сушу на плотеносушителе поэтому, в принципе, все удобно итак, давайте намочим салфетку ну, поверхность покрытия гораздо больше чем у ватного диска и, опять же, можно, ну, в принципе, так же, как и мицеллярным диском с мочью мицеллярной воде можно залезть во все углубления на лице так как я делаю макияж и на шее то я удаляю его из шеи тоже показать вам, да, во что превратилась салфетка стирается, на самом деле, очень легко вот, это моя тональная основа то есть вы можете видеть, что она реально есть и вы видите, лицо немного покраснело но это не от этих продуктов у меня просто чувствительная кожа сейчас эта краснота пройдет кстати, вытираетесь просто плотенцем после того, как умылись происходит дополнительное отшелушивание роговевшего слоя кожи то есть вот этих роговевших клеток поэтому, если вы просто оставите умывание салфеткой и не будете потом вытираться то со временем кожа может потускнеть пользуйтесь скрабами и отшелушивающими средствами имейте это в виду потому что есть такая идея например, у меня полностью перейти на очищение салфеткой ну, во-первых, это бюджетно да, то есть не нужны вообще никакие отчающие средства кроме мыла, чтобы постирать салфетку а во-вторых, мне очень хочется взять настой трав ну, я еще почитаю об этом если вы, кстати, знаете какие-то рекомендации какими травками лучше умываться пишите в комментариях потому что я только собираюсь это изучить и вот умываться не водой из-под крана не проточной водой а делать вот такие настои и удалять макияж с помощью этих настоев я думаю, что на коже это должно сказаться просто благотворно но в чем проблема, как всегда во времени это все нужно приготовить, собрать поэтому, скорее всего, я буду брать, как всегда, отчаящее средство и умываться им, как всегда смотрите, салфетка треугольная я так понимаю, это сделано для того, чтобы вы могли каждым уголком умыть разные участки на вашем лице ну, по крайней мере, сейчас мне это удобно наверное, если я буду просто умываться то я буду возить ей по всему лицу а сейчас вот глаза я буду вытирать уже чистым уголочком и губы тоже так, берем тоник и смотрим, что лучше справилась тоник я беру антивозрастной серии Optimals Age Revive и делаю одинаковые движения после умывания все равно нужно тонизировать кожу поэтому заодно и тонизируем лицо смотрим, что у нас получилось остатки еще есть но давайте мы отнесем это на то, что у меня походные условия но и первый раз, когда записывала видео и сейчас в принципе я вижу то же самое мицеллярная вода удаляет немного хуже, чем очищающая салфетка то есть здесь ватный диск более яркий на нем больше тонального крема, чем на очищающей салфетке но ни то, ни другое у меня до конца не удалило макияж но в принципе для этого и нужен тоник на тонике же написано тонизирует и удаляет остатки макияжа и очищающего средства поэтому мы вот это сейчас и делаем следующее это глаза давайте посмотрим, как наши продукты справятся с глазами для этого у меня очень такая жесткая подводка которая очень сложно удаляется мне даже самое интересное, что сейчас будет я прикладываю ватный диск и салфетку к глазам и немного подержу пусть мицеллы возьмут в плен весь мой макияж глаз и салфетка, надеюсь тоже справится вот видите кусочки это кусочки от моей подводки еще раз здесь еще подводка остается но она очень устойчивая сейчас попробуем другим уголочком знаете, туши уже в помине нет а подводка еще держится я еще возьму один ватный диск и разверну салфетку извините, не эстетичной к вам стороной но что делать и заодно удалю макияж на бровях ну здесь я думаю вообще проблем нет тем более я это цепляла когда удаляла тональное средство давай, давай, я в тебя верю у тебя все получится кому я это говорю? правой или левой руки? ну смотрите здесь уже ничего нет там где мицеллярная вода а вот там где салфетка еще остаются кусочки подводки то есть со стойким макияжем салфетка не справляется поэтому я приложу сюда тоже мицеллярную воду но в принципе тени, тушь удаляются идеально и тем и другим средством итак, осталась помада помада из новой линейки многофункциональная губная помада 5 в 1 the one color stylist и после нее остается очень такой розовый тинт ну розовый, красный, в зависимости от того, какая помада этот тинт у меня остался даже на руке когда я сводчи делала и он оставался на губах между сводчами поэтому мне интересно как эти средства будут справляться не только с удалением помады но в принципе помаду можно удалить даже обычным ватным диском но и с тинтом, который остается после этой помады давайте смотреть для чистоты эксперимента давайте верхнюю губу будем удалять мицеллярной водой а нижнюю салфеткой надо приложить чтобы мицеллы набросились на мой макияж съели его и вывели с лица так, знаете, не вижу тинт удалился и нижняя губа с нижней губой тоже удалился, представляете? вообще волшебное ощущение знать, что тебе в принципе почти не нужна вода чтобы умываться достаточно смочить вот такую тряпочку или взять с собой мицеллярную воду и ты можешь уже полностью снять свой макияж мне кажется это очень круто но мы помним о том, что мицеллярная вода еще дополнительно требует смывания и у нас осталось чистое место на салфетке поэтому сейчас я пройду все лицо салфеткой для того, чтобы удалить остатки мицеллярной воды чтобы она не раздражала кожу мою и не нарушала гидролипидный баланс мои ощущения салфеткой, конечно, меня потрясла потому что я никогда не думала, что можно простым плотенцем вот так вот удалить макияж на самом деле я посмотрела, поискала информацию по таким салфеткам есть некоторые бренды, которые продают такие полотенчики до 20 евро ну то есть это довольно такой серьезный аксессуар, который используют многие модницы почему его женщины используют? во-первых, потому что большая экономия воды и я читала, что в Европе такие салфетки используют именно для того, чтобы экономить воду то есть они смочили салфетку и полностью смыли макияж представляете, как это здорово во-вторых, мне нравится, что вот такая салфетка не растягивает мою кожу это тоже очень здорово и мне этот такой бьюти гаджет, так называемый, очень понравился конечно не знаю, подойдет ли он для ежедневного такого умывания подойдет ли он мне лично для утреннего умывания когда вот с утра у меня кожа достаточно жирнится и мне нужно удалить вот этот жирный слой чтобы приступить к нанесению макияжа но вот так вот удалить макияж, чтобы потом перейти к уходу мне это очень нравится и в целом меня салфетка впечатлила вот когда я снимала на нее первый обзор просто визуально показывала, какая она только после того, как и вы написали мне в комментариях я обратила на нее внимание и заказала себе что касается мицеллярной воды важно помнить, что мицеллярная вода это не тоник что ее обязательно нужно смывать тоник не нужно смывать, он тонизирует кожу после мицеллярной воды нет сухости, нет стянутости вот как после обычного очищающего средства нет липкости, нет жирности если у вас уже есть опыт используя мицеллярный вод поделитесь пожалуйста им в комментариях а я предлагаю вам протестировать лицо на жирность очень часто после очищающих средств остается на лице жирная пленка и сейчас я хочу взять вот такие вот салфетки оптималс мне они очень нравятся потому что они идеально снимают выступивший жир с лица особенно когда макияж то есть сначала я ими промакиваю лицо а потом уже припудриваю итак берем две салфетки и прикладываем к щекам если осталась какая-то жирность или высупил на лице или от отчащего средства от салфетки например что вряд ли то она должна появиться эта жирность на этой салфетке но я уже сейчас чувствую насколько мое лицо дышит насколько оно идеально очищено умыто поэтому я предполагаю что никакой жирности не проступит и вы видите что обе салфетки идеальные ничего на них не выступило если вы пользовались такими салфетками то вы знаете что моментально на них все проступает если есть что-то на лице кому подойдет мицеллярная вода тем девушкам которые ленятся смывать косметику и часто ложатся спать с макияжем если такие еще девушки есть если это вы никому об этом не рассказывайте просто поставьте себе мицеллярную воду и смочите ватный диск и пройдите им по лицу все очищение займет у вас несколько секунд а ваше лицо будет в идеальном состоянии и вы продлите свою молодость как можно дольше также мицеллярная вода подойдет людям с чувствительной кожей людям которые находятся в сложных взаимоотношениях со своей кожей например это я если у меня например умытое лицо но не нанесен крем или какое-то активное чаще средство то у меня сразу же на лице все выступает я самый лучший тестер для новых средств компании Арифлейм потому что если оно активное агрессивное то у меня сразу же и раздражение и шелушение и я не могу им пользоваться мицеллярной водой я пользуюсь уже больше двух недель и она мне очень нравится она очень щадяще удаляет макияж и заботится о моей коже ну и конечно же если вы никак не можете найти для себя идеальное средство для очищения лица и для снятия косметики это средство еще раз повторюсь не содержит спирта не содержит мыло и не содержит агрессивных активных ингредиентов то есть оно будет идеально и щадяще для вас если вам было интересно и полезно это видео то ставьте лайк под ним и я желаю вам сохранить вашу молодость и красоту на долгие годы ну и конечно же подписаться на наш канал чтобы не пропустить новые видео и нажимайте на колокольчик чтобы получить оповещение и посмотреть наше видео самыми первыми пока-пока пока-пока